МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заплатил налоги, но спокойнее спать не стал? Ага. Ясно. СИП «Нефтигрупп» тебе надо. А они помогут? Помогут. И с налоговой, и с отчетностью. Ну ты позвони им, сам все узнаешь. СИП «Нефтигрупп». Консультации, ведение компаний, юридическая помощь в миграции компании, в том числе альтернативная ликвидация. СИП «Нефтигрупп». Это программа новости Сургут-24. Здравствуйте, меня зовут Ефим Шимцев. И в начале выпуска коротко о главных темах. В концепции фудхола инвесторы рассказали о том, каким будет центральный рынок Сургута после реконструкции. За два с половиной года до ее окончания есть заявки от бизнесменов, которые хотят работать в обновленном объекте. Крупнейшее производство в мире. Журналисты из Сургут-24 побывали на нефтегазохимическом комплексе компании «Сибур». И обнаружить на ранней стадии и не допустить осложнений. В Сургуте говорили о возможностях маммографии и оперативной диагностике заболеваний молочной железы. На центральном рынке Сургута оборудуют второй этаж и сцену, а само здание будет исполнено в тематике фудхола. Это первый подобный концепт в нашем городе. О ходе реконструкции торгового объекта говорили сегодня на заседании городского штаба. Для того, чтобы переоборудовать нынешнее одноэтажное строение, крышу комплекса поднимут на 1 метр 20 сантиметров. Этого вполне хватит, чтобы с комфортом разместить различные зоны и создать более 500 посадочных мест для гостей. Пока все это проектируется. Однако ряд изменений уже есть. Начиная с марта, консессионер обновил фасад здания, входную группу. На объекте создана общая навигация. Все арендаторы отныне облачены в единую униформу. Обследовали также и инженерные сети. До конца года, согласно договору, мы завершаем проектирование. Первый квартал выходим на экспертизу. Проходим экспертизу. Во втором квартале 2023 года начинаем реконструкцию с правого крыла. Переводим его в соответствие. И после этого сможем закрывать центральную часть для сбоку реконструкции. Центральная часть начнется реконструкцией в 2023 году. Это четвертый квартал. И в 2024 году будет реконструировано левое крыло. По условиям договора я подтверждаю, что год на проектирование и два года на реконструкцию. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день нарушения исполнения условий договора аренды отсутствуют. Инвестор своевременно оплачивает все арендные платежи. За должность не имеется. Мы видим, что инвестор уже проводит мероприятие по улучшению внешнего вида здания. Но эти работы, которые ведутся, эта презентация, дает нам, наверное, надежду, может быть, дать уверенность, что проект будет реализован. Предприниматели продолжат работать на рынке во время реконструкции. После нее инвесторы планируют предоставлять нанимателям площадей полностью оборудованные места для работы. Особо отмечено, что стоимость аренды не изменится. Заложена лишь ежегодная индексация, соизмеримая с уровнем инфляции 4-5% в год. Однако за более комфортные условия работы местным торговцам предложат доплатить. Так называемый эксплуатационный взнос будет равен 10-15% от суммы ежемесячной арендной платы. И эта позиция с бизнесменами, работающими на объекте сейчас, согласована. У инвестора уже есть около полутора десятков заявок от предпринимателей, которые хотели бы обустроить на центральном рынке точки общепита. Три контракта заключены. На заседании городского штаба прозвучал вопрос обеспечения объекта парковочными местами. Представитель инвестора Олег Клесов отметил, что задача по расширению стоянки консессионеру известна. Это включено и в наш договор расширения парковочной части объекта, как существующей с левой стороны от объекта, так и земельного участка, который должен быть нам передан дополнительно с правой стороны объекта. Таким образом, мы получим чуть более 80 парковочных мест, а может быть и более. Сейчас мы как раз проектируем ГП и в рамках этого более подробно совместно обсудим. Учебный год 1 сентября начнется в очной форме. Об этом стало известно во время окружного заседания Совета при губернаторе автономного округа по развитию местного самоуправления. Все образовательные организации к важной дате готовы. На сегодняшний день в Югре действует в общей сложности 708 образовательных организаций. В них трудится 31 тысяча педагогов. 1 сентября 308 школ автономного округа готовятся принять 230 517 учеников. Впервые же за парты сядут 25 159 юных югорчан. Это почти на 2000 меньше, чем годом ранее. Система образования готова. Высокая степень готовности к новому учебному году. По 100% образовательных организаций, школ, детских садов были приняты еще на прошлой неделе. Буквально сегодня завершилось приемка еще нескольких организаций дополнительного образования. 155 вакантных мест в детских школах искусств Сургута начался дополнительный набор на общеразвивающие и предпрофессиональные программы обучения. Вместе с этим еще почти 100 мест в отделениях образовательных организаций сургутяне могут занять на коммерческой основе. Ребята в возрасте от 6,5 лет с различными уровнями подготовки и дети с ограниченными возможностями здоровья смогут поступить на отделение фортепиано, хоровое пение, струнные, духовые и ударные инструменты, живопись, хореография и другие. Процент поступающих у нас каждым годом увеличивается в профессиональные учреждения, связанные со сферой искусств и культуры. Сегодня это школы, оснащенные современным оборудованием, музыкальными инструментами, серьезной материальной базой. И сегодня мы находимся в детской школе искусств номер 2. Это одно из самых новых учреждений. И те школы, которые у нас уже много лет работают, ну в частности школа имени Григория Кукуевицкого, которая более 50 лет, тоже обладает хорошими ресурсами. Всю информацию по зачислению можно посмотреть на официальных интернет-страничках учреждений. В каждой школе возрастной диапазон учеников и даты приемной комиссии могут отличаться. Всего в Сургуте 6 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в их числе художественная и хореографическая школа. В них ежегодно обучаются более 3 тысяч ребят. Когда ребенок начинает учиться на предпрофессиональной программе, то мы понимаем, что с улицы через полгода мы уже не можем взять, потому что упущен определенный блок знаний. Обучение на платных услугах очень помогает. То есть всегда есть возможность при обнаружении вакантного места, если взять ребенка с платных услуг, который уже тоже получает эту базу. Перевод с одной программы на другую тоже законом предусмотрен. Однако мы понимаем, что перейти с хореографии на театр или на музыкальное творчество нельзя. А вот, например, с фортепиано на другой инструмент можно. 75% от общей задолженности сургутян по обязательным сборам приходится на транспортный налог. Жители нашего города недоплатили в бюджет 362 миллиона рублей. Из этой суммы 270 миллионов не оплатили 20 тысяч автовладельцев. Кроме того, 356 человек не смогли выехать за пределы страны. К слову, они имели общий долг 13 миллионов рублей. После того, как сургутяне столкнулись с таким запретом, более 6 миллионов рублей поступили в казну. В сравнении с началом года задолженность у нас снизилась на 169 миллионов или на 32%. Здесь мы ее называем задолженностью, потому что срок уплаты был 1 декабря прошлого года. И те, кто своевременно не заплатил налоги, это уже считается задолженностью. Были направлены требования по уплате. И с начала года нам удалось снизить эту задолженность, как я уже сказала, на 169 миллионов. То есть здесь и добровольная уплата по требованию, и, конечно, взыскание. Наряду с запретом на выезд, федеральная служба регулярно направляет письма и работодателям должников. За 7 месяцев этого года такие документы от инспекции получили полтысячи руководителей предприятий. Тем временем приближается кампания по уплате налогов за 2021 год. Рассылка уведомлений планируется, начнется в сентябре. Отмечается, что налогоплательщики, которые зарегистрированы на сайте налог.gov.ru, не получат заказное письмо, только электронное. Срок уплаты не позднее 1 декабря 2022 года. Что касается основных изменений по имущественным налогам на 2021 год, здесь по налогу на имущество, по объектам, включенным в перечень, в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, изменилась ставка. На 2020 год она составляла 0,7%, на 2021 год данная ставка составляет 1,5%. По транспортным средствам, на которых установлено газобаллонное оборудование, ставка льгота была 50% на 2020 год, на 2021 год льгота составляет 20%. Земельный налог, налог на имущество физических лиц в полном объеме, а транспортный налог частично поступают в городской бюджет. Поэтому, насколько наши жители добросовестно выполняют свои обязанности по уплате данных налогов, насколько своевременно они к нам поступают, настолько мы также имеем возможность качественно выполнить свои обязательства перед жителями. На ремонт объектов социальной сферы в прошлом году нам удалось потратить 227 миллионов рублей. Около 200 миллионов рублей мы потратили на благоустройство дворов. Это примерно 30-32 двора. Запсиб «Нефтехим» в Тобольске, входящий в состав холдинга «Сибур» – один из пяти крупнейших производителей в мире. Его суммарная генерирующая мощность – 2,5 миллиона тонн полимеров в год. Полтора миллиона из них – это полиэтилен, остальное – полипропилен. Знакомство с предприятием стало одной из точек пресс-тура для журналистов Урала и Тюменской матрешки. Подробности в материале Карины Александян и Сергея Кондакова. Пластик используется во всех сферах повседневной жизни. От упаковок до труп отопления применяют его даже в строительстве космических кораблей. В крупнейшем нефтегазохимическом комплексе России «Запсибнефтехим» этот материал производится из субстанций, которые выделяют нефть, уголь и природный газ. В числе вторстерья – попутный нефтяной газ. Он, как известно, при сжигании выбрасывает в атмосферу вредные вещества. А нефтехимическая компания решила эту проблему, взяв его в изготовление базовых в мире полимеров. Благодаря пластику изделия и сооружения могут служить сотни лет. При этом материал можно направить и на вторичную переработку. В таком случае он попадает в печи пиролиза, где за счет высокой температуры распадается на компоненты. Здесь, как показано, печи пиролиза. Здесь вот этот пирогазовый компрессор, который как раз перекачивает все. Самый большой компрессор в мире, самый большой компрессор в Европе, но один из самых мощных. И на сегодняшний день считается самое уникальное производство. Здесь показано колонное разделение. Здесь образуются те продукты, как этилен, пропилен. Как раз те продукты, которые используются дальше для полимеризации. И уже на установке экстузии, для того, чтобы выпустить марки определенные, допустим, трубную марку, которая нам необходима сегодня для России и ближайших стран, как раз добавляются специальные добавки. Сырьевая база комплекса пополняется партнерами из нефтегазовой отрасли. В их числе сургутские ЗСК и УПГ, Нижневартовские ГПЗ и другие. Всего же общая протяженность трубопроводной системы, по которой идет углеводородное сырье, составляет одну тысячу километров. Начинается продуктопровод на Ямале на Пуровском заводе по подготовке конденсата к транспорту. Сырьевое обеспечение из-за ПСИП нефтехима осуществляется трубопроводным транспортом. И мы получаем по трубе тысячу тонн в час. Это 24 тысячи тонн шифлу в сутки. Шифлу – это широкая фракция легких углеводородов. Я скажу о ней чуть позже. Если перевести 24 тысячи тонн сырья углеводородного, которые мы получаем, то это будет примерно 570 газовых вагонов. И если мы вытянули бы их по железной дороге, то это составило бы порядка 7 километров. Уже четыре года на предприятии особое внимание уделяют цифровизации. 90% проектов благодаря внедрению диджитал-системы. Команда разрабатывает и производит самостоятельно из операторской. За прошедший год компания впервые показала порядка 2 миллиардов рублей экономического эффекта от цифровых решений. Перед вами один из ключевых инструментов, который используется минимум два раза в сутки. Это называется цифровая доска производственной эффективности или цифровая доска управления эффективностью. На ней отражены ключевые параметры по производству, на котором, собственно, происходят такие процессы, как прием-передача смены или беседа по эффективности, либо беседы по приему и передаче каких-то долгосрочных или краткосрочных задач. Вместе с этим в текущем году Запсипнефтехим запустил новую черную марку полиэтилена, получив на это сертификат мирового уровня. Полимер предназначен для изготовления труб большого диаметра от 530 миллиметров. Это позволит заместить импортную продукцию. Вот у меня в руках черный полиэтилен. Это готовый продукт, который уже отправляется переработчикам на переработку. Вот это гранулы, конечный продукт. Вот, смотрите. Для того, чтобы его производить, мы использовали технический углерод производства Омска. То есть компания Омс Карбон Групп заместила нам, как бы ушедшие с рынка, другие производители производства технического углерода. Тем самым мы полностью перешли на отечественного производителя. Внимание журналистов во время пресс-тура привлекли резервуары для хранения технической воды. Сооружения высотой с пятиэтажный дом украшены изображениями обитателей флоры и фауны Тюменской области. В рамках проекта «Добрые соседи Сибура». Художники нанесли 96 рисунков животных, птиц, рыб и растений. На предприятии применяют современные подходы в вопросах охраны окружающей среды. Среди них, например, использование экологичных метановых автобусов. Наряду с этим на территории комплекса обитают 45 видов птиц. Для гнездования возвращаются чибисы. А орнитологами был замечен даже беркут, занесенный в Красную книгу России. Прекрасный пример гармоничного сосуществования природы и крупного промпроизводства. Карина Алексанян, Сергей Кондаков, Тобольск, Сургу-24. Пострадавших нет, но в квартире придется делать ремонт. В девятиэтажке на Майковского 49 вечером во вторник произошел пожар. Вызов поступил на пульт дежурного около 21 часа. Сообщали об открытом огне из окна. По прибытии подразделения оказалось, что вспыхнула мебель в одной из комнат помещения. Справиться с возгоранием удалось за несколько минут. На сигнал реагировали 11 спасателей. Для ликвидации ЧП задействовали три спецмашины. Причины возгорания установят дознаватели. В Сургуте изъяли крупную партию поддельного алкоголя. Полицейские наведались в один из гаражных кооперативов. В боксе находился 30-летний уроженец одной из республик бывшего СССР. Установлено, что он незаконно купил для последующей перепродажи горячительное сомнительное производство на миллион рублей. Изъято из гаража и машины почти 5,5 тысяч полулитровых бутылок. Еще 54 забрали из магазина на улице Майской, куда предприниматель успел поставить товар на реализацию. Экспертиза подтвердила, что жидкость не отвечает требованиям госстандарта, применяемого к водке. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 6 лет тюрьмы. В Стругуте сотрудница банка перевела деньги на безопасный счет. Она по уже привычной схеме получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности финансово-кредитной организации. Собеседник сообщил, что деньги клиентке в опасности и порекомендовал отправить их на резервный счет, где они будут лежать, пока угрозу не снимут. Женщина согласилась и потеряла 92 тысячи рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, Стругутянка пришла в полицию, где завели уголовное дело по статье «Мошенничество». «Мошенничество» злоумышленника ищут. Всего за 15 дней августа жители крупнейшего города Югры, поверив аферистам, потеряли 6 миллионов 281 тысячи рублей. С начала года сумма ущерба превысила 74 миллиона. Ежедневно мошенники обогащаются за счет сургутян в среднем на 327 тысяч рублей. Современные возможности маммографии и ранняя диагностика заболеваний молочной железы. Об этом говорили специалисты из Сургута и других городов России на семинаре в окружном центре охраны материнства и детства. Какими технологиями сегодня обладает крупнейший город Югры и что делается для снижения смертности от злокачественных образований? Подробности у Виктории Анисимовой. Ранняя диагностика заболеваний молочной железы – это один из методов снижения смертности от рака. Каждый год в мире диагностируют более 2 миллионов случаев злокачественных опухолей этого типа. Свыше 500 тысяч женщин погибают. 40% от числа тех, кто услышал диагноз трудоспособного возраста, ведут активный образ жизни. В статистике проблем репродуктивного здоровья женщин рак молочной железы на первом месте. Существует несколько методов диагностики. Это МРТ, рентгеновские и ультразвуковые исследования. Мультмодальный специалист должен владеть всеми тремя. Современный врач должен обязательно в них ориентироваться, уметь пользоваться современными аппаратами. И это позволяет выявлять заболевания на более ранних стадиях, применять малоинвазивные технологии. То есть, во-первых, более комфортные для пациентов обследования. Во-вторых, менее травматичные. И мы на диагностическом этапе на сегодняшний день можем выявлять злокачественные заболевания почти в 100% случаев. Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства много лет ведет как профилактическую работу с женщинами, так и оперативную. Созданы службы мамологии и репродуктивного здоровья женщин. Действует специализированный центр, где существуют все возможности ранней диагностики заболеваний молочной железы. В округе создана трехуровневая система оказания помощи при выявлении патологии. Я не буду говорить о первом уровне, который должны заподозрить. На втором уровне, это наши многопрофильные поликлиники, они имеют маммографы, они имеют рентгенологические службы, которые в рамках диспансеризации занимаются ранней диагностикой заболеваний молочной железы. И когда они что-то выявляют, они направляют этих женщин либо в наш центр, как экспертный центр, либо сразу в онкологическую службу, если они выявляют раки. За последние десятилетия методы исследований шагнули далеко вперед. Благодаря современным технологиям врач может не только выявить подозрительный участок, но и без операции взять образцы ткани для гистологического исследования. А новейшее оборудование Сургутского центра охраны материнства и детства способствует повышению точности постановки диагноза, в том числе на так называемой нулевой стадии. Все новое, самое лучшее, что было на тот момент, было закуплено для того, чтобы мы наилучшим образом работали, ставили диагноз. И это все для наших женщин. Резко изменился формат диагностики. У нас появились новые технологии. Сейчас активно применяются МРЗ-исследования, маммография перешла в цифровой формат исследований. Появились современные технологии, которые позволяют выполнить биопсии. И за счет этого выявляемость рака на доклинических стадиях, то есть это когда не пальпируется образование и размер опухоли менее сантиметра, мы уже выявляем такие заболевания более 50%. Медики говорят, что многие заболевания репродуктивной системы начинаются как доброкачественные. Особенность Центра охраны материнства и детства в том, что здесь специалисты, исходя из профиля учреждения, максимально приближены к здоровью женщины. И ранее выявление рака молочной железы в нашем регионе благодаря многолетней работе выше, чем на других территориях Российской Федерации. Сегодня достигает где-то 30%. Но это довольно-таки недостаточно. В отдельных возрастных группах это 60%. То есть те женщины, которые ходят к нам гораздо чаще, чем, например, женщины 70 лет, женщины 65 лет. А заболеваемость, если смотреть по группам, она ничем не отличается от заболеваемости по группам возраста Российской Федерации. Почему? Потому что причины заболеваемости рака молочной железы, они эндогенные, они как бы везде одинаковые. Это гинекологические заболевания и воспаления. Триггером могут послужить и примененные вспомогательные репродуктивные технологии. Но в том случае, если в организме есть предрасположенность к новообразованию. При всем этом в Сургуте специалисты отмечают хороший показатель и в терапии, и в реабилитации. На это влияют ранее выявление заболевания и правильное лечение. Виктория Анисимова, Дмитрий Круковец, Владимир Федоров, Сургут-24. Подчеркнуть индивидуальность? А может кардинально изменить стиль или создать новый образ? Магазин «Модный дом» представляет дизайнерские коллекции одежды из Европы и России. Стилисты магазина помогут составить гардероб и выбрать наряды, созданные специально для вас. «Модный дом» – ваш любимый гардероб. Улица Киртбая, 11, ТЦ «Альфа». Магазин «Модный дом». Телеплюс. Провайдер «То его города». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Для детей и взрослых усы, лапы и хвост. Смотрите каждое воскресенье в 11.00 на телеканале Сургут-24. Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА Сургут-24. 16+.